Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии работает Сауле Байгалиева, сурдоперевод Жангуль Женусовой. И в этом выпуске вы увидите. В семье площадь Абая отремонтируют компании из Западного Казахстана, площадь Мухтара Уэзова, города Кустанай. К юбилею Абая семей получат подарок от каждого региона страны. Оградить нельзя оставить. В семье жителей беспокоят отсутствие ограждений на действующих кладбищах. В семье проверили готовность города к весенним паводкам. В рамках командно-штабного учения КОКТИН-2020 состоялся смотр техники. А теперь обо всем по порядку. На сегодняшний день в Казахстане идет активное обсуждение концепции законопроекта о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов, демонстраций в Казахстане. 17 февраля законопроект был обсужден с участием министра информации и общественного развития Даниэра Абаева. С данным документом можно ознакомиться на сайте egov.kz. А 18 февраля в городе Нур-Султан на площадке экспертной платформы Талда.кz законопроект о мирных собраниях обсуждался с участием политологов, правоведов, представителей общественных организаций и членов Национального совета общественного доверия. На сайте egov.kz желающие могли оставить свои замечания и комментарии, которые в дальнейшем будут рассмотрены разработчикам. Семьи активно готовятся к предстоящему обильному снеготаянию. В рамках республиканских командно-штабных учений КОГТЯМ-2020 состоялся осмотр спецтехники и личного состава формирований гражданской защиты, а также тактика специальной учения по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций вследствие обильного таяния снега. В учениях принимали участие сводный отряд экстренного реагирования и оперативно-спасательные подразделения управления по чрезвычайным ситуациям. Рассказывается Мацкинов. 100 человек отряда экстренного реагирования и сил гражданской защиты, а также 40 единиц спецтехники – это основная ударная группа, которая будет бороться с возможными чрезвычайными ситуациями. В его состав входят сотрудники городского управления по ЧАЭС, военнослужащие национальной гвардии, медицинские работники, а также аварийные бригады коммунальных предприятий, полицейские и специалисты ветеринарной службы. По развернув сводный отряд экстренного реагирования и служба гражданской защиты, построено порядка около 40 единиц техники и более 100 человек личного состава. Основная задача сегодня – предотвращение паводковой ситуации на территории семейского региона. Вероятность того, что талые воды придут в определенные районы, довольно высока. В этом году ситуацию осложняют обильные снегопады. На настоящее время с территории города вывезено около 250 тысяч кубометров снега. К работам приступили еще в прошлом месяце. Вначале снег вывозили с центральных магистралей, потом перешли к частному сектору. По предварительным подсчетам, с улиц города еще предстоит вывезти порядка 200-300 тысяч кубометров снега. На сегодняшний день в работах задействовано 62 единицы техники, в том числе и автотранспорт частных предприятий. Но этих сил, по мнению главы семьи Ермака Салимова, явно недостаточно. Я считаю, что этого мало сегодня. Мы сегодня дополнительно, наших средств не хватает на вывоз снега. Там есть ценовая политика, один кубический метр, где-то 1040 тенге. Это можно легко посчитать, перемножить на 300 тысяч кубов, получаем 300 миллионов тенге. У нас таких денег нет, поэтому мы обратились в область. Аким, наша область, для них, что нас поддержал. Мы сейчас делаем расчеты. Готовность сил и средств гражданской защиты к возможным паводкам играет важную роль. При неблагоприятном развитии ситуации, при эвакуации населения из паводка опасных зон, принять и разместить людей, готовы две гостиницы и один санаторий. На случай ухудшения и в случае эвакуации населения у местных спортивных органов заключены договорные намерения с гостиницей «Турист», с гостиницей «Семей» и санаторий «Харгайля». После смотра техника выехала в район поселка Водную для проведения тактико-специальных учений, чтобы проверить профессионализм личного состава отряда экстренного реагирования. Одновременно в нескольких местах проводились работы по очистке орычной системы и трубопроводов, снятию разрушенной плиты бетонного моста и расчистке снега. Тактико-специальное учение в поселке Водный проводится сразу в трех местах. На данный момент сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям развернули систему спутникового оповещения, которая будет поддерживать оперативную связь между подразделениями гражданской защиты и командным пунктом. Тактико-специальные учения были разработаны с учетом оперативного развертывания тяжелой техники. При этом перед подразделениями гражданской защиты и национальной гвардии стояли конкретные задачи, выполнение которых позволит предотвратить подтопление частного сектора поселка Водный в районе третьего купеческого моста. Данная бетонная плита переграждает путь талым водам, из-за чего может начаться подтопление. Перед службами гражданской защиты стоит задача убрать эту плиту и освободить русло АРК. Профилактические противопаводковые мероприятия в рамках республиканских учений КОКТЕМ-2020 будут проходить в течение двух дней. За этот период планируется отработать взаимодействие всех подразделений гражданской защиты, экстренных служб и аварийных бригад. Ведь в случае реальной угрозы от их готовности и оперативности может зависеть безопасность населения города. Сама Цитенов, Харат Кужахметов, телеканал «Семей». В Уржавском районе распоряжением главы Восточного Казахстана назначен новый аким. Им стал Нуржан Токсеитов, ранее возглавлявший район Алтай. Нуржан Токсеитов родился 6 июля 1960 года в Бескарагайском районе. Трудовую деятельность начал в 1977 году в родном районе в качестве рабочего совхоза «Семеновский». В 1986 окончил Симплатинский зоотехнический ветеринарный институт по специальности ветеринарный врач. Имеет также дипломы Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени Коваленко, Казахской государственной юридической академии. С апреля по октябрь 2015 года руководил областным управлением ветеринарией. Затем до 2017 года работал акимом Бескарагайского района. Последние три года возглавлял район Алтай. В семье представителей агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции организовали для действующих чиновников необычную экскурсию в исправительном учреждении. Цель – профилактика коррупции путем ознакомления участников экскурсии с жизнью за решеткой. Экскурсия была организована в исправительном учреждении максимальной безопасности УВ-156-14. Мероприятие организовали представители департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области и Комитета уголовно-исполнительной системы. В экскурсии приняли участие руководители самостоятельных отделов Акимата города Семей и руководители учреждений образования. Цель этой акции – познакомить госслужащих с жизнью за решеткой, таким образом предотвратить совершение ими коррупционных деяний. Как живут здесь после лишения свободы? Как здесь работают осужденные? Об этом все мы постарались рассказать чиновникам, чтобы они ценили, что находятся на свободе и каждый день имеют возможность видеть своих детей, родных и близких. В данном исправительном учреждении отбывают наказание более 300 бывших государственных служащих. В ходе мероприятия сотрудники исправительного учреждения показали условия жизни заключенных. Чиновники, побывавшие на экскурсии своими глазами, увидели, к каким последствиям могут привести коррупционные правонарушения. Несмотря на множество снятых фильмов о жизни в колонии, увиденного очью оставляет совсем другие впечатления. Ежегодно улучшается заработная плата и положение госслужащих. Это, конечно, лучше. Но сейчас молодым надо вникать только в работу. И особенно в этот, в 21 веке, уже в действительности переход к безденежной реформе, оно, по-моему, облегчит повреждение государственных служащих. Безналичные расчеты это намного лучше. Приговоренный к 8 годам лишения свободы сейчас, по истечении 3 лет от этого срока, он полностью раскаивается с одениным. В действительности, я вам скажу, тяжело. Лучше бы, конечно, на воле. Конечно, сейчас раскаиваюсь в этом. Хотя и поздно, но в моем же возрасте я и поэтому обращаюсь к молодым, не делать того противозаконного, который нельзя. И губить его. Не только его лично, его семью, близких, родных, с кем он знаком. И все это как-то очерняет биографию самого человека. Я, конечно, в этом убедился. По данным областного департамента, агентство по противодействию коррупции, в ближайшее время будет продолжена работа по ознакомлению различных должностных лиц с жизнью людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Следующую экскурсию, к примеру, планируется организовать для Акимов районов и городов. Свой вклад в празднование 175-летия Абая Кунанбаева внесут регионы страны. В настоящее время в семье полным ходом идет подготовка к этому. В частности, в апреле будут начаты масштабные работы по благоустройству. Как обещают в Акимате, в канун юбилея поэтам город заметно преобразится. В преддверии юбилея Абая Кунанбаева другие регионы страны выразили желание оказать поддержку благоустройству семьи. В связи с этим на сегодня уже разработан и утвержден план работ. В связи с празднованием юбилея Абая обязанность, касаемо работ по благоустройству, распределена практически на все области. Речь идет о 12 областях и 50 районах. При их поддержке планируется обустроить дворы. Работы по благоустройству новой мечети помогут провести Алматы и Туркестанская область. Компании из Западно-Казахстанской области планируют благоустроить площадь Абая. Определенные работы по обустройству данной территории произведет и семейская фирма. По предложению же архитекторов Алматинской области, вдоль проспекта Ауэзова появится пешеходная зона дорога Абая. Алматинская область благоустроит проспект Ауэзова. Это расстояние в 2 километра, начиная от перекрестка Селевина до мясокомбината. Данный проект разработан алматинской фирмой. В настоящее время их проект готов, он отправлен на экспертизу. Площадь Ауэзова будет реконструирована подрядчиками из Костаная. Данный проект будет реализован совместно с семейскими специалистами. На эти цели, помимо бюджетных средств, будут затрачены средства предпринимателей. Идеи наших архитекторов, касающиеся площади Мухтара Ауэзова, сам эскизный проект, получились очень хорошими. В передней части площади будет установлен фонтан размером 15 на 30 метров. Затем была предложена идея приподнять некоторые участки площади с детскими игровыми зонами. Они распределены по отдельности. Фирмы города Нур-Султан намерены отремонтировать 2,5 километра набережной Иртыша в поселке Мирный. По словам Ордака и Сатаева, в настоящее время 90% проектов готовы. Компании должны завершить проектные работы до середины марта и затем пройти экспертизу. Начать строительную работу планируется 1 апреля и завершить в августе. В семье остро стоит проблема неогороженных кладбищ. На недавней отчетной встрече Акима города перед населением этот вопрос вновь поднимался. Горожане настаивают на том, чтобы могилы, расположенные вдоль дорог, были ограждены, не нарушая облика города. Однако, по словам представителей ответственного органа, на эти цели нужны значительные средства, которые в бюджете не предусмотрены. Тем не менее, по поручению Акима города создана рабочая группа по инвентаризации могил. Планируется открытие новых кладбищ с ограждением. По данным отдела ЖКХ и жилищной инспекции, сегодня на территории города находятся 16 кладбищ. В настоящее время только три из них являются официально действующими. Одно кладбище находится на 18-м километре Павлодарской трассы, второе вдоль Знаменской трассы и третье по Алматинской трассе. В общей сложности все три занимают территории около 300 гектаров. При этом, ни одно из них не огорожено. Открытый вопрос, скажем так, наболевший вопрос, это у нас ограждение кладбищ. Все об этом знают, и жители, и мы об этом вопросом беспокоены. В прошлом году распоряжением Акима города была создана рабочая группа по инвентаризации данных кладбищ, которые были включены помимо исполнительных органов, также депутаты, общественные деятели. Для того, чтобы оградить кладбище, нужны, соответственно, проекты документации. Поэтому в настоящее время данный вопрос является открытым. В текущем году отделом ЖКХ и жилищной инспекции заключен договор с подприятием семей по содержанию территории этих кладбищ. На содержание мест захоронения из городского бюджета на текущий год выделены 1 миллион 325 тысяч тенге. В зимний период мы, получается, чистим дорогу от трассы до могилок и внутри могилок. Осенний, весенний, летний период, уборка случайного мусора, потом покос травы. Огражденные только не действующие кладбища, которые уже закрыты. Они огражденные, которые у нас действуют, они все не ограждены на сегодняшний день. По словам Ерлана Агоралова, помимо уборочных мест в местах захоронения, предприятие уделяет особое внимание могилам более 50 ветеранов войны, похороненных на старых кладбищах. Однако ограждение кладбищ не находится в компетенции данного предприятия, говорят специалисты. К примеру, могилы на Алматинской трассе расположены на земле крестьянского хозяйства. С правой стороны здесь мест уже нет, поэтому захоронение производится по левой стороне. В месяц осуществляется до 35 захоронений, приводят статистику специалисты. По информации субподрядчика Каната Умарова, в целом по трем действующим могилам города в год хоронят около 2000 человек. У нас планы, это уже на уровне ЖКХ. Выделяться будет два земельных участка. По Алматинской трассе это тоже где-то 17-й километр. Будут отдельные уже ограждения. И по Знаменской трассе тоже будет это кладбище закрываться. В этом году, если утвердят, все-таки будет тоже 17-й или 18-й километр будет тоже по Знаменской трассе полностью. Ограждаться будут. Будут выделяться отдельные сектора, все будет заасфальтировано, все как положено будет. Могилы должны иметь ограждения, прежде всего для соблюдения облика города. Во-вторых, чтобы не допустить самовольных захоронений. Поэтому распоряжением Акима города создана рабочая группа, которая займется инвентаризацией кладбищ. В будущем же планируется открыть новые места захоронения с соблюдением всех норм. В этом году исполняется 25 лет со дня образования Ассамблеи народа Казахстана. Организация способствует тому, чтобы под единым шанраком жили представители разных народов. В семье проживают более 80 национальностей. Сегодня в Доме дружбы работают 23 национально-культурных центра. Объединение Возрождения, которое собрало более 5000 представителей немецкой диаспоры, сейчас реализует проект пропаганда наследия. Национальный центр свободно пропагандирует свою культуру, языки, традиции, трудятся на благо страны, принимают активное участие во всех мероприятиях. Постоянно совершенствуют свою работу, активно участвуют не только в культурной деятельности, но и во всех сферах общества. В этом году исполняется 31 год со дня образования Немецкого объединения Возрождения. Центр инициировал проект пропаганда наследия и организовал встречу про развитие деятельности национальных центров. Собравшиеся разделились на группы, рассказали, в каком направлении необходимо развивать работу, а также поделились планами на предстоящий период. Мы хотим ввести новые методы работы именно в этнокультурную деятельность, скорее всего, в проектную деятельность, потому что в основном этнокультурные центры работают, это творчество мы показываем в основном, да, свое творчество, а хотим именно какие-то, может быть, через проекты, написание проектов, может быть, это экология, социальное направление будет, и в ходе этого окончанием мозгового штурма будет банк идей, которых мы придумаем, и в последующий год, возможно, мы сможем осуществлять данные проекты. В Восточном Казахстане полицейские проверят торговые точки по реализации мяса. По данным пресс-службы областного департамента полиции, в период с 24 по 28 февраля в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Скотократство». Его цель – предупреждение и раскрытие фактов кражи скота. В ходе мероприятия создано более 40 мобильных групп из представителей административной полиции, местной полицейской службы и областного управления сельского хозяйства. За это время будет проведена ревизия убойных пунктов и торговых точек по реализации мяса, сообщили ведомстве. Семейские спортсмены являются одними из сильнейших в стране. На крупных состязаниях отмечается хорошая подготовка семьячан. К слову, это закономерно, так как подготовкой занимаются высококвалифицированные тренеры, а у самих спортсменов замечается потенциал еще с детского возраста. Наша съемочная группа посетила одно из тренировочных занятий в детско-юношеской спортивной школе. На сегодняшний день в стране создаются все условия для занятий спортом. Город семей в этом плане лидирует. Большое внимание уделяется детям. Работают детско-юношеские спортивные школы, которые дают толчок юным спортсменам, подающим большие надежды. В нашу спортивную школу мы принимаем ребят с 10-летнего возраста. Уже в 11-12 лет наши дети становятся кандидатами в мастера спорта по тейквондо, дзюдо, казах-курисе. Дзюдоисты одни из тех, кто поднимается на пьедестал победы каждый раз, когда едет на соревнования. По словам тренеров, занятия под дзюдо для детей способствуют их общей физической подготовке, развитию полезных качеств и навыков. Мы проводим тренировки утром и вечером. В секции под дзюдо у нас работают 8 тренеров высшей категории. В целом дзюдо сейчас хорошо развивается. Дети становятся победителями на республиканских областных соревнованиях. Сейчас юные дзюдоисты готовятся на первенство страны, которое пройдет в мае текущего года в городе Шардара Южно-Казахстанской области. По словам самих спортсменов, для победы главное любить тот вид спорта, которым решил заниматься. Многие считают, что девушкам не стоит заниматься таким видом спорта, как дзюдо. Даже мои родители поначалу были против. Но так как мне очень нравился этот вид, они дали свое разрешение. Я считаю, что девушке можно заниматься любым видом спорта. Главное, чтобы ей это нравилось. Я считаю, что благодаря дзюдо можно достичь больших высот. К примеру, я ездил на соревнования и побывал уже в Абай, Ридере, Зайсане, Алматы и в столице. В детской и юношеской спортивной школе принимаются и дети из сельских местностей. Не остаются в стороне и дети с особенностями в развитии. Тренеры занимаются с ними лично. Заниматься могут спортом незрячие и глухие ребята. В частности, они выбирают такие виды спорта, как дзюдо, казах-курисы, легкую атлетику, гол-бол. Кому что нравится. Тем видом спорта они и занимаются. К слову, семейские спортсмены с началом текущего года уже вернулись домой с крупных соревнований победителями и призерами. Это еще одно доказательство того, что у наших спортсменов большой потенциал и хорошая подготовка. По Кадгуль-Казеев, Самат Сигенов, Кайрат Кужахметов, телеканал «Семей». Напоминаем, что наши новости также доступны на сайте семей.тв.кз. На этом выпуск новостей завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин